Здравствуйте! У нас сегодня суббота, погода, как видите, такая нормальная. Мы решили съездить сегодня с Викторией на остров Косомет. Вроде бы собираемся туда. Ну не вроде бы, а уже даже гостиницу она забронировала. На Косомете, друзья, мы не были. Это такой рядом буквально с Паттайей хороший остров, райский. Посмотрим, как там, что там. Потому что Кочанг, но Кочанг даже дальше. Косомет ближе. В общем, идем с ней навстречу и поедем. Все вам буду показывать. Будет, я думаю, очень интересно. Друзья, доброе утро. Здравствуйте! У нас сегодня суббота. Погода, как видите, такая нормальная. Мы решили съездить сегодня с Викторией на остров Косомет. Вроде бы собираемся туда. Ну не вроде бы, а уже даже гостиницу она забронировала. На Косомете, друзья, мы не были. Это такой рядом буквально с Паттайей хороший остров, райский. Посмотрим, как там, что там. Друзья, мы встретились с Викторией. Доброе утро. И мы сегодня отправляемся на остров Косомет. Косомет, представляете, мы там никогда не были. Спасибо, Виктория, еще раз огромное. Она молодец, у нее столько идей. Она все... Причем я об этом, друзья, не говорил. Это вот какое-то, знаете, подсознание. Я думал где-то далеко в глубине, что вот бы посмотреть Косомет. Но именно не сейчас, не в эту поездку, а вообще. Сейчас мы зайдем в Севен, друзья, перекусим. Это Севен наше все, вы знаете. И вот Виктория как будто, знаете, поехали, говорит, такой Сомет. Съездим сегодня суббота. Вот на пару дней, говорит, на одну ночевку. Я, говорит, вам покажу. Почему нет? Мы согласны. Друзья, мы едем на паром, чтобы ехать на остров. Но для этого по пути мы заедем в лесной храм, где делают массаж. Такими, знаете, мешочками с разными травами. Вот такие ароматы. В прошлый раз мы помнишь, когда, Сереж, ехали на Качанг, заезжали. Не попали туда. Они не работали, да. Так что посмотрим сейчас. Попытка номер два. Дорога, слушайте, как красивая утопает в зелени. Так здорово. Мы едем в сторону районга. В каждом пасутся бычки. Да, здесь прям такая природа. Красота, конечно, бабочки летают. Облака красивые. Смотри, дорога просто утопает, нависает даже зелень над дорогой. Обалдеть. Красиво очень. Красиво. В сторону районга, видите, в районге на самом деле очень много промышленных заводов. Мы сейчас едем, знаете, как просто через джунгли. Это вот, кстати, маниилок. Смотрите, деревья, видите, вот, посажные. Они так интересно растут. И берешь кустарник, веточку отрезаешь в землю, и оно растет очень быстро. Очень неприхотливое растение. А что у нас из маниилки делают? Ну, много чего я слышу. Блюжит, анол, делают. И в еду используют маниилку, да. Пекут лепёжки. Очень много всего. И в косметических целях тоже используют. Его... Не, 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 не. Это топинамбур. Это картошка другая. Картошка другая. Не, не, не. Ча Чинг Сао, это прямо. Мы едем в сторону районга. Смотрите, какая дорога шикарная. Есть такая развязка. Они, видите, как делают? Дороги, развязки. Обалденные магистрали. Ты знаете, как в Бангкоке едешь. Если чуть-чуть влево или вправо, всё, можешь обратно возвращаться по 2 часа. Мы сейчас едем по круговому движению. Вот видите, район. Район, да. Да. У нас хорошо вот эти опознавательные знаки. Они очень хорошо помогают ориентироваться. Я специально еду, немножко медленнее, чтобы... Смотрите, какие развязки, слушайте, да. Шик. Красотища. Это, знаете, к вопросу, друзья, к тому, как нам писали. Фу, Таиланд, фу. Фу, ну, вы знаете, люди, кто так пишет, просто недалёкие. Может быть, когда-то или 30 назад он и был, фу. Но сейчас это просто невероятно. Нет, это очень сильно активно развивающая страна. Стабильная. Вот посмотрите, стабильный БАД по отношению к другим мировым. Это не просто слова. Есть определённые графики. Можно зайти на сайты, где можно это изучить. Вы не представляете, например, в России 100% инфляция, а здесь инфляция минимальная. Это от 3% до 6% в год. Да, это видно. БАД стоит на месте уже много-много лет. И цены не растут. Ну, по отношению стабильная валюта, развивающаяся страна очень. Сейчас, видите, Патаян начала развиваться. То есть, есть определённые циклы, куда можно инвестировать денежные средства. Например, мы знаем, что в Дубае было время, когда люди заработали. Также и в Турции. Сейчас это сладкое время именно в Таиланде, когда можно вложить и перепродать, и заработать деньги, получить доходность. Я вам хочу сказать, что на самом деле доходность от аренды, откровенно скажу, от 6% до 8%. Ни о каких 10%, 9% это совершенно, вот никого не слышите, это всё неправда. Почему? Потому что на самом деле основной доход, конечно, 6%, 6-7%. Потому что у нас есть ментенанс, обязательно вы будете платить агентству. Обычно агентство берёт комиссию, если на годовые контракты это месяц аренды забирает. То есть, у вас будут всё равно расходы, связанные с содержанием жилищного фонда, с оплатой агента. Если вы здесь находитесь и вы сдаёте помесячно, то, конечно, можно зарабатывать больше денежных средств. Но если, например, я за то, чтобы сдавать на годовые контракты, и в моей компании годовые контракты. Почему? Потому что амортизационный фонд, люди, когда заезжают на год, они улучшают в основном, 90% они улучшают жилищные условия свои. Они покупают вещи различные. А когда человек заехал на месяц, я знаю точно, у них нет времени даже убираться. У них нет времени что-то улучшать. Они вот заехали, ни разу не убрались, ни разу ничего не сделали, всё поломали, всё разрушили. И, знаете, приходят. Но, слава богу, у меня, конечно, ни разу такого не было в компании. Но, тем не менее, есть такие ситуации. Но ситуации разные. Да, и люди разные. На самом деле, зачем придумывать и что-то снимать, если вы летите на короткий срок? Есть горячие туры. Вас встретят, вас заселят в отель. Я считаю так. Зачем придумывать? Да, это если 2-3 недели вы едете, на 2-3 недели. Ну, смысл? Сиду и не надо заморачиваться. Конечно, вы летите отдыхать. Друзья, какие дороги, фантастика. Она так, как лента, знаете, дорога ленточкой вьется. Вот это про эти дороги. Все, Сереж, ты такой уникальный человек каждый раз. И я, знаете, заметила, что я тоже так же сохраняю. Всегда удивляюсь и радуюсь этим дорогам. Ну, действительно радует. И, мало ли, в дорогу, посмотри, как, ну, не знаю, в камеру, как облака красиво. Неси небо и вот эти вот большие облака. Небо похоже на осеннее. Красота. Но, поверьте, за бортом жарко. Интересные фонари по краю дороги. Обратите внимание, какие интересные. Нарядные, да. В азиатском стиле. Петерго в азиатском стиле. Что бы интересно. Мы приехали уже районг. Едем в храм, где делают массаж. И здесь уже недалеко совсем пирс, с которого мы стартанем на остров. Друзья, вот заезд в этот храм. Вот эти вот красивые ворота. Мы уже как-то заезжали сюда, но, увы, не работало. Тогда был день рождения Дайлай-Ламы, нам сказали. Поэтому все было закрыто. Сегодня тоже суббота. Просто фортанет или не фортанет. Смотрите, как здесь красиво, друзья. Я, кстати, ходила здесь. Это очень симпатичные, интересные такие. Здесь такой монах сидит, благословение отдает. Но если, конечно, мы сейчас попадем на лесной массаж, то это будет невероятно. Там такие ароматы травами. Это мой любимый массаж и вообще любимое место. Невероятное место. Ой-ой-ой-ой, сколько людей. Видите, друзья, как хорошо отдыхать с человеком, который здесь живет. Нет-нет-нет, наша губочка. Не надо лаять на нас. Друзья, мы приехали. Нас здесь, смотрите, вышли из машины, встречают петушки. Такие симпатичные. Вот, друзья, машин стоит много. И, как-то, значит, скорее всего, работает этот массаж травами. Мы были здесь. Вот там озеро. Мы кормили там рыб. Когда были с Андреем и с Марией здесь. Но, к сожалению, все было закрыто. Здесь тихо, умиротворенно. Птицы поют так здорово. Вот Ира и Вика. Видите, как делают массаж. Много людей. Сегодня, да, здесь все работает. Класс. Это при храме, друзья. Здесь сидит монах. Статуя его. Вот его портрет сзади. Я не буду сам. Слушайте, иностранцев нету. Иностранцев нету. Есть только местные. Разные виды массажа здесь. Я показываю вам жизнь моими глазами в Таиланде. Конечно, сюда и кто сюда приедет. Идем у иностранцев. Кто узнает об этом месте. Это лесной храм. Но я точку, ну да. Потому что, если поедут иностранцы, все будет. Да, одни тайцы в очереди. Потому что, к сожалению, иностранцы ходят. Истеляют своих они здесь. Что, друзья, так интересно. Честно говоря, я думал, что массаж весят только для туристов. А видите, местные люди все делают очередь прямо из местных на этот массаж. Удивительно. Класс. Но, к сожалению, видите, мне будет просто массаж тайский. А девочки пойдут на массаж травяными мешочками. К сожалению, на троих нету. Ну, мне сделают просто массаж. Стоит 250 бат с человека. Интересно. Друзья, я вышел с массажа. Час сделали. Ну, что-то такое невероятное. Знаете, такое, как в космосе. Интересный массаж. Немножко по-другому делают, чем его делают в городе. Более, ну, скажем, профессионально, что ли, как-то. И вроде как он и тайский, но такой не больный. Она так делала приятно, не знаю. Ну, понравилось сказать. Честно, да. Хорошо было. Немного говорю, я не могу назвать разницу, но отличается, чем, допустим, мы делали в городе. Опять же, вот массаж слепых, когда мы делали, там прям больно. Там такое чувство, что, блин, ну, лежишь и мысли такие побыстрее бы. Закончилось. Здесь вроде как лежишь, хайфуешь хорошо. Сейчас дождусь девчонок, спрошу, как у них. У них был, как, я говорил, уже другой. У них будет травяной массаж, такими-то мешочками. Будут делать, спросим их состояние. Вообще здорово. Здесь такой пруд интересный и много рыбы. Мы в прошлый раз кормили, в этом пруду живет. Давайте поднимемся вот сюда. Здесь, наверное, надо развиваться. Нет. Смотрите, такая беседка. А, ну, здесь типа храм маленький. А вот это озеро, в котором живет много рыбы. К сожалению, нет у меня нечем ее покормить. Я, смотри, не продают здесь. А, вон, видно ее, она плавает. Красиво, приятно здесь. Спокойно и очень много местных. То есть приезжают с Бангкока. А, я думал, дождь идет. Это, смотрите, по крыше льет вода. То есть специально проведены такие трубки. Для чего? Чтобы крыша не нагревалась, чтобы внутри было не жарко. Крыша металлическая. Ее постоянно поливает вода. Разбрызгиватели, видишь, такие. От этого внутри не жарко. Там есть, конечно, вентиляторы. Я думал, что вентиляторы так. Ну, нет. Если бы солнце пекло, мы бы там просто как в парилке сжарились бы. Здесь есть что-то перекусить. Книги, какая-то библиотека. И есть что-нибудь такое тайское. Выпить чай, наверное, нет. Я даже не знаю, что это, друзья. Не могу вам сказать. Но это какие-то мазины, какие-то приправы. И здесь тоже, видите, все такое сухое. Запах такой, знаете, ну, рыбьи какой-то, сушеной такой рыбой. Здесь стоянка. Вроде показывают ничего. А вот, кстати, она себе продает рыбу сушеную. Оттуда вы, вот на махачнице сзади. Там кальмары сушеные и рыба. А от этого запах рыбьи, это сушеная рыба. Дай мне. Тебе покажу. Друзья. Своей красотой. Интересное. Петухи. Петухи. Интересное таинство. Ирищи делают. Это мешочками вам делали? Да. Смотри, кошка. Видишь, я ее вижу, она спит. Слушай, ничего себе. Она всегда приходит ко мне и ложится возле моих ног. И вот сегодня вырубил ее, видишь? Спит вообще, слышишь, как вырубленная вообще. Она живая. Она живая, она беременная просто. Слушай, как крепко спит. Вот видишь, какой чан, как типа мантышница, только большая. Видите, как мешочки, видите, там водичка. Они подливают. И вот так вот она парится. Да, смотрите, вот она достает. Корчаточка или вот кладет. Берет новую, видите, всякие. Это такой запах, аромат с травами. Видите, как красиво. Да, слышно. А водичку подливают вот туда. Видите, какая красота. И вот она выжимает ее водичку, смотрите. Сейчас уже нет, видите, какой. А водичку вот эту вот подливают туда, и оно всыпается. То есть вообще, вот такие волшебницы. Вот, видите, она выжимает водичку. Но сейчас нету там, что там водички. И вот Ирочка кайфует. Я кайфушку. Расскажи твои ощущения. Это я такого никогда не делала. Все какие-то маленькие там мешочки, знаете, есть спа такой. Это вообще, ну, скажем, маркетинговый ход просто. Конечно. А здесь направлено в лечебных целях. Во-первых, я умер отливена от этого запаха, этих трав. У меня аж голова кругом идет. Такое чувство. Скажешь, что рекламу делают? Нет. Мы даже не даем точку. Не рекламу, мы рассказываем свои ощущения. Да, потому что они в ней не нуждаются. Здесь все состоит из местного населения, которые приходят сюда оздоровляться. Я, видите, в одежке такой, потому что трава запачкает зеленью, да любую вашу одежду. Прежде чем он делал массаж, она молилась. Да. Она поднимала. И у меня тоже молилась. Да. Очень я благодарна, Вика, тебе за это место, за исцеление. Прямо я внутри чувствую себя новой, обновленной. Мне не больно. Ну, и не скажу, что она применяет силу. В общем, как и в обычном массаже. Только все с прогреванием идет. Вовнутрь с прогреванием. Это, знаешь, элемент остеопатии. Как будто даже кишечник временами вставляет. Да, да, да. Она прямо его туда подгибает. Серега, хочешь попробовать? Я тебе уступлю. Не, не, пусть сделай. Посмотри, это вот такой вот. Вот она, видишь, вот такая вот новая. Пахнет, да, трава. Вот так она выглядит новая. Там травы. Это, то есть, она набила новую, и сейчас ее будет запаривать. Пахнет, да. Боже, какой запах. Какие ароматы. Даже не трава. Видите, она прогревает. Видишь, она специально... Я, видишь, после простуры, да, и вот, чтобы мне исцелиться, я всегда приезжаю сюда. Да, это... Слушай, классная вещь. Я не скажу, что приятно. Мне даже больно. Она делает полноценный обычный массаж, но он идет с прогреванием. Прямо до всех косточек. Но и при этом не ожог. Но она трогает сначала себе на руку, так, ну, как, чтобы не было горячо. Вот раз-раз сюда, к руке. Я на перчатках, потому что иначе она будет зеленого цвета сама вся за время работы. Ладно, давай, демассируйся, не будем тебе мешать. Слушай, ну, я, походу, чуть задержусь. Да, да, давай. Потому что меня приняли по коже. Давайте. Видите, она постоянно... Постоянно подогревает. Да, да, да. Так что вот так вот, иру, друзья, внук. Там вот мужчину делают. Видите, одни тайцы. Ни одного приезжего я не видел. Здесь трава. В общем, в этих спа везде, да, это такой... Спа, мешочками. Это все совсем не то. Видите, это настоящий массаж. Жизнь мнет сильно, плюс с прогреванием. Класс. Хочу еще сказать для тех, кто брезгует, например, вот здесь такая подушка, ну, как на пляже, назовем так. А эти, они каждому одевают новое. И все вот эти тряпочки на нас, это все стираны. И все перестилает для каждого клиента. Представляете, какая идет работа здесь. Здесь, помимо массажа, еще здесь прачечная шурует. Ну, в смысле машинная стирка. Ну, все, давай, отдыхай. Класс, просто вообще бесподобие. Тут, блин, продолжает спать. Понимаете, она спит, как убитая. Она не реагирует вообще. Она под вентилятором лежит, и нехорошо, смотрите. Но она реально дышит, наживая. Как дерево украшено. Украшено 20-ю батовыми купюрами. Ну, это благодарные те, кто делают, оставляют здесь. На чай, видите, 100, кто-то повесил. 20. И в руке, если вы делаете массаж в городе, друзья, они постоянно, то есть вы заплатили за массаж, и те, кто делает, они постоянно стоят, знаете, как клянчат, ну, себе на чай. А здесь нет, она сделала и ушла. У слепы, кстати, то же самое. Если вы хотите, если вам понравилось, вы можете, вроде, на дерево повесить свой донат. Видите, как здорово, кто-то 100 повесил. Приятно. Представьте, вышел, забыл очки, она за мистер, мистер, кричала. Вернула очки. Ну, как, Ира, тебе массаж? Я, знаешь, я бы сейчас вот так сложилась в углу где-нибудь, и так открылась. Как та кошка. Как та, и с этим ртом бы, не знаю, прямо вот хочется куда-то прикручивать. Ты видела кошка там? Она как мертва, я ее гладила. Она вообще, она так спит крепко. Она, видимо, на этом кресле любит. Друзья, класс. В общем, массаж понравился, супер. Ну, это такой, знаете, массаж при храме. Только местные, только тайцы. Я не видел ни одного, вот сколько мы здесь, два часа провели, не видел ни одного туриста. Короче, сейчас мы едем на пирс, едем на остров. На Косамет едем, друзья. Здесь, да, машины из-под машины вышли. Видите, какие красавчики ходят. В тени под машиной сидели. Друзья, смотрите, какой храм, какой Будда. Большой, золотой, сидячий Будда. Класс, вот храмы эти очень мне нравятся в Таиланде. Смотрите, какая красота. Вроде такие хижины, хижины, хижины. И раз, вот такая яркая, величие такое, да, красотища. Вау, ворота. И вот эти крыши, блин, как мне нравятся. Друзья, мы приехали к пирсу. Вот оно море. Что-то там такая погода хмурится, но ничего страшного. Оставляем машину здесь, забираем вещи и идем на паром. Заходим мы, друзья, купить билеты. Мы на пирсе, как я уже сказал, где отходят паромы. Сейчас мы прикупим билетики на паром. А вот она продает тикет. Какой у нее знакомый. Половина пятого только будет. Давайте носки. Давай носки году. Дух, когда нету. Не бойся. Сейчас волны нету, хорошо пойдет. Смотри, для меня она делает 300 бат туда и обратно, потому что я ее подруга. Она очень хорошая. Я ее знаю уже, знаете, сколько лет? Наверное, лет 11 она здесь. Она там стояла, там. Теперь здесь. Мы с ней друг друга знаем. Она очень хорошая. Детки какие-то, милые. Симпатичные, да, дедка. Вот еще одна симпатичная девчонка. Друзья, купили мы билеты на спидбот, потому что простой паром пойдет только в 5 часов вечера, долго ждать. Мы поедем на спидботе, цена билета вообще 400 бат. Но так как эта Викина хорошая знакомая, она знает много-много лет в сети, она продала нам билеты 300 бат туда-обратно. Это на одного. То есть 600 бат, да, это точно. Покажу вам, друзья, обстановку на пирсе. Подойдем к воде. Дождь начинает. Все-таки идет оттуда дождевая туча. Ну, здесь он особо не мешает. Смотрите, сколько лодок. Мы, честно скажу, первый раз едем на саммит. Мы там не были. Поедем вот на таком спидботе. Спидботе даже больше нравится. Здесь, кстати, всего 6,5 километров ехать по морю, так что не страшно. Одни тайцы. В общем-то, да, сегодня суббота. И выходные. Они любят этот остров. Особенно тайцы из Бангкока. Они приезжают на отдых сюда. Вот пирс. Мы здесь пойдем. На корабль покажу вам немножко моря. Видите, оттуда со стороны моря какая темная туча идет. Эх, долбанет, наверное, а. Прокричал. Там скорая помощь стоит. Садился дождь. И нас везут на таком тук-туке прямо на пирс. Вот там у нас пирс. Такой мотоцикл. Придел на коляске. И мы все здесь сидим. А Вика работает. Да, вот он. А, вот наш бот. О, пошли. Друзья, мы сели на небольшой спидбот. Совсем маленький, видите. Всем раздали жилеты. Мы стоим в такой вот бухте. Ну, вроде волн нет, не должно укачать. Дождь только что прошел довольно сильный. Отходим, друзья, от причала. Вот на каком небольшом спидботике. Все, пошли. Здесь у нас причал. Как я уже говорил, ехать нам недолго. Дождик прошел. Еще немножко идет на тучи. Видите, какие пошли на крылья нас прям. Так классно. Вот наш бот. Потихонечку выходим. Медленно наш капитан. Такой яркой майки с надписью. И люди все, видите, одни тайцы местные. Я думаю, на выходные на этот доступ. Все, друзья, мы погнали. Вот мы и причалим. Смотрите, какая тело выходит из моря. Классно, посмотри. Вот. Быстро дошли. Буквально 80 минут и мы на месте. Дождик идет. И здесь. Ира, как ты? Ира, боялась бы все, что ее бить будет в спину. Знаете, это жесткая. Нет, вообще не было. Ну, штиль, да. Хоть и дождь, но штиль. Вот национальный парк, друзья. Мы заходим на Косомет. Идет дождик. Это дама, которая из Вадуги ходит, смотрит так прям в коридоре. На выход гостиницы у нас забронировано. Так что все в порядке. Мы это как цыгане с кучей вещей. Здесь вот такой порт под крышей. Можно подождать. Спидбот или кораблик. Здесь в кассе мы платим 200 бат человека. Вот. Взрослые дети 100 бат. Это за входный билет национальный парк. Для иностранцев. Авиапирси. Езжаем мы в Санкт-Петербург. Они такие зелененькие здесь. Симпатичные. Кафе Амазон. То есть можно выпить кофе. Смотрите. Это главный поэт. Видишь, поэт. Вот этот монумент, это поэт. Вокруг него пришли слушатели. Сейчас тут главное дерево Санета. Вот оно, главное дерево. Ага, вот это толстость. Ага, большое. А вот духом вместо. Видишь, как поклонение. Вот оно. Это главным деревом. Ага, слушайте, похоже чем-то на Кулан. Также отъезжаешь. Такие улочки, кафешки. Кругом магазинчики. Кафе, интересно. Гостиницы сразу. И мы тут тоже разные пляжи, друзья, как и на Кулане. Ира у нас спряталась от дождя. Шапку натянула. Интересные, да, домики, гостишки, небольшие кафешки. Сейчас дождик пройдет и будет все нормально. Местные вот с правой стороны, видишь? Много народу сидит. Вот он, фудкорт, все идет вдоль набережной. То поворота, сейчас я тебе покажу, и фрукты, и массажные. Разные. И бритмахерские, и магазины. Севены с двух сторон. Чтоб через дорогу не переходить, еще неудобно. Это вот прямо, Сереж, если повернешь налево свое видео, вот туда, налево. Это пляж Сайкео начинается. Вот такая длинная набережная Сайкео. Поверни вот туда, вот туда. В Сайкео там пляж, друзья. Остановились, первые выходят. Друзья, отель Сайкео. Дорогой отель, хороший. Классно, друзья, острова у них, видите, преобразуются. Дороги бетонированы, бетон, и вот такие сливы, видите, решетки. Чтоб вода уходила. Молодцы. Видите, дорога бетоном залит. Обалдеть. Это пушеч здесь у нас. Смотри, вот, прямо, что туда. Как раз это на набережную. Выход на набережную. Видите, сколько тут кафешек разных макашниц. Вот написано. Мне уже здесь нравится. Я люблю острова вообще. Так классно. Вика, спасибо тебе. Покажем им красоты местные. Да, смотрите, как здорово. Конечно, хотела бы пить, да? Да не будет его сейчас закончиться. Ну, что сейчас закончится, то нормально будет. Друзья, и море. Ну, он к нае. Видишь? Там русалка. Уже, смотрите, какое чистое прозрачное море, даже при дожде. Мы сейчас так на вершину поднялись. Сейчас посмотри, будет опять же. Такое тоже. Русалка. Русалка на ветве обсидит. Да. Ой, а море, смотри, как затянуло. Как в тумане все, ничего не видно. Здесь нагобар. И вот. Спускаемся вниз. Это мои друзья. То ли, кафешки уютные, то ли, даже идут. А море чистое, прозрачное, белый песок. Ах. А мне кажется, он проехал нашу отель. Ну, вот оно море. Да, это я что-то ошибет. Мне казалось, что он там находится. Ямы на месте. Это рецепшн. Токс Литл Хат отель. И море. В море сразу. Сразу же. Вышли и вы в море. Сейчас мы разместимся. Я вам покажу, какой здесь потрясающий пляж. Какая чистая вода. Что знаете, мне писали. Ой, Паттайм. Рядом буквально. 19 километров до пирса. И 8 минут на спидботе. Шикарное место просто. Здесь шикарное даже в дождь. И кафешки какие, знаете, приятные. Посидеть с видом на море. Мы здесь будем завтракать. Ужинать. Все, друзья, мы идем. Наши номера, смотрите, какие красивые. Бунгала, да. И все в орхидеях, посмотри. Сколько орхидеев на деревьях. Такие аккуратные домики. Немножко фитнеса наверх. Мальчик нас ведет. Симпатично здесь. Очень здорово. Так, не выключая камеры, проведу вас. Это один бунгало. Открываем. 12. Друзья, вот так мы будем жить. Такое у нас здесь будет. Давайте заходим, друзья. Очень симпатичное место. Такая у нас, вытираем ножки. Такая у нас кровать. Приятный запах. Толок. Друзья, кондиционер. Все имеется. Телевизор. Чай, кофе, вода. Слушайте, ну мне нравится этот отель. Здесь у нас небольшой холодильник внизу. Шкаф. Такой умывальник. И душевая с туалетом. Здесь, друзья, туалет. Здесь душ. Ну, симпатично. Слушайте, так все чисто. Вымыто, прям выдровали на все. Надо же. Удивительно. Мебель новая. Видно, что сделан ремонт. Повешены занавесочки. Накручены цветочки. Друзья, дождь здесь закончился. Мы выдвигаемся немножко к морю вам показать. А туда вверх, смотрите, мы с вами прогуляемся, конечно, наверх. Там очень высоко и очень много этих бунгало. Пойдем, Ира. Дождик прошел, солнышко не вышло, но так стало, знаете, светлей. Прохлады. Не могу сказать, что прохлада пошла. Прохлады нет после дождика. Так, парно парит. Пойдемте, мы разместились, пойдемте к морю. Я вам покажу, какое здесь море и пляж. Буквально, друзья, три шага. Травой пахнет, вам не передать. Везде такое чувство, что в каждом бунгало курят. Ну вот, ресепшн, где мы заселялись. Переходим через дорогу. Здесь кафе с приятными скамеечками, столиками. Небольшая дорожка, по которой в основном мотоциклы идут. Видите, туда дальше кафе. Очень уютно здесь. И переходим, вот он, белый песочек. Ай, как здесь приятно. Белый песок, кофе можно выпить. Капучино, все есть, смотрите. Здесь цена подороже, чем в Паттайе. Ну и само собой остров. Пойдемте. Вот здесь у нас пляж. Смотрите, какой приятный белый песок. И вот она вода. Хоть и нету солнца, посмотрите, как приятно. Народ купается. Давайте с вами оставим здесь тапки и зайдем в воду. А-а-а, как приятно. Слушайте, песок, не то что вода, песок теплый. Я встал на песок, и он теплый. Солнце сейчас выйдет, уже начинает просвет. Друзья, заходим. Какая вода, фантастика. Она чистая, она прозрачная. Никаких медуз, ничего нет. Вот, пожалуйста, смотрите, вон мои ноги. Если так, не видно. Все очень чисто и красиво. Там у нас пирс. Там, смотрите, на камнях русалка. В общем, сейчас я просто пройдусь, вам покажу. Купаться не буду. Потом уже зайду. Хочу просто все показать вам. Где-нибудь, друзья, вдоль берега, вот так, до этих камней дойдем, где русалка. Здесь, видите, лежаки. Потом мы узнаем, сколько они стоят. Или, может быть, ничего не стоит, если вы кушаете. Ну, песок, слушайте, гулять здесь на удовольствие. Он утрамбованный, он белый, теплый. Знаете, вода отходит от песка, и идешь по песку, он теплый. Он такой чувствуется, что как будто горячий. Вода градусов 30, я думаю. Ребята молодые, гуляют. И вот, подойдем на эти камни. Слушайте, как здорово, а? Все-таки острова есть острова. Как здорово. Видите, хорошо, что от Паттайи, буквально, можно на Кулан 30 минут на кораблике. Там тоже самое. И вот здесь. Но здесь немножко на машине мы проехали. Сколько? 40 минут. И 10 минут на спидботе. И мы в раю. Не чувствуется этой дороги. Все очень быстро проходит. Потому что интересно. Вот здесь, смотрите, какие камни. Как их отточило. И песок. И вот такая у нас фигура русалки с младенцем. Здорово. Ох, какая вот сейчас солнце, друзья, выйдет. Вода будет совсем другого цвета. Я забрался наверх на эти скалы, где русалка. И там сразу начинается, друзья, следующий пляж. Смотрите, там уже выставляют стулья, столы для вечернего ужина. Это так приятно. Люблю острова за это. Здесь немножко плоских камней. Но они абсолютно не мешают. Много песка. И вот эта вот, друзья, русалка. Она такая довольно большая. На фоне неба получается. Красота. И это наш пляж. На котором мы... Там дальше еще смотрю пляж. Да, Косамет. Вот с первого сходу очень нравится. Прям вот реально нравится. Волны нет. Водичка прозрачная, теплая. И никаких медуз. Друзья, кто-то там мне писал. Сергей, Таиланд. Фу. Вы знаете, мы его... Я уже говорил много раз. Мы его проехали весь. От севера до юга. До самого юга. И Таиланд это, ну, друзья, это сказка. Здесь можно найти все. Здесь можно найти от шикарных белоснежных пляжей. Здесь с голубой водой. До чего угодно. В общем, Таиланд рулит. На любой вкус. А вон девчонки вышли. Здорово. Здесь у нас, друзья, пляж. И мы идем вот в эту кафешку. Посмотрите, сколько лет прошло. А как носили эти тряпки, так и носят. Собака, смотри, разрыла себе белый песочек и лежит. Пойдемте кафе. Посмотрим, что за цены, что за меню. Интересно. Тут вот вдоль пляжа много разных кафе. Очень интересно. Здесь вечером, видите, сейчас будет подсветка. Столики стоят. Это Аватара Ресерт напротив. Это следующий после нас. Смотрите, сколько здесь разных коктейлей интересных. Видите, как. Много кофе разного. Много оранжа, американо. Смотрите, ничего. Пинкминка, американо. Айти. И интересный каканут, американо. Очень много разного кофе. Алкоголя. Все, что хоть. Ну и покушать, видите. Друзья, ну вот и солнышко вышло. Ну, смотрите, вода какая. Совсем другая стала. Оно так скользко. Уже к закату клонится. Но все равно, как приятно. Смотрите, какая чистая вода. Восторг. Слушайте, нравится острова. Вообще, еще мы здесь первый раз. Но уже нравится. Класс. А как тебе? Вообще, мне даже... Я не понимаю, зачем я буду отсюда уезжать. Что это творится? Это такое, как я люблю. Идешь, идешь, и все по горло. Ну, сразу нет такого обрыва. И все по горло, по колено. По колено, да. Я не люблю сразу раз, и провалился по горло. А так я вижу, мне спокойно песочек. Песочек просто надо показать. Покажи. Вот такой, вот такой песочек. Ира любит вам песочек показывать. Он белый коралловый песок. Здорово, он не нагревается. Такие вот камни, смотрите, все в ракушнике. Видите-ка. Это острые раковины. Они уже вросли туда. Друзья, идем немножко по острову прогуляться. Найти что-нибудь покушать. Хочется таких, знаете, простых макашниц. Здесь, видите, вечерние разные бары. Вечером будет весело. Тоже пройдемся, когда темнеет. Я думаю, будет красиво. Здесь, видите, кофе and smoothie. Откроются напитки. Все здесь на мотоциклах ездят. С детьми не пофиг. Ребенок спит. Они едут. Пойдемте вперед. Смотрите, какие фигуры стоят. Да, этот остров мне больше нравится, чем колан. Здесь более как-то приятнее. Он больше похож, знаете, на панган, на пи-пи. Такие вот у нас фигуры. Это как вьюпоинт. Сад. Выходим на еще одну площадь. Здесь, смотрите, отель. Можно взять в прокат каяки. Разные кафе. Тут кафе. Друзья, буквально 6 минут пешком мы шли и вышли в так называемый центр. Центр города. Здесь вот разветвление куда угодно. Много очень ресторанов, много очень всяких макашниц. Улица туда. На 4 стороны света. Видите, как много здесь тусуются все вот эти сон-тео. Доехать можно туда, дорога к морю, я так понимаю. Сейчас мы здесь все изучим. Найдем, где нам вкусненько покушать. Да, давай пройдем так туда и потом к морю. Вкусненько покушать. А вон там, наверное, макашницы, Сереж, вон они. Да, пойдемте. У нас сейчас задача найти нам перекусить что-нибудь вкусненькое. Вот наши любимые. Да, мясо Серега хочет, я хочу салата. Да. Смотрите, есть и такие солидные кафе. Вон, Urban Room Summit. Но это не кафе, это отель небольшой. А вот здесь, смотрите, и мясо у нас, и супчики у нас. Вот нудл суп. Здесь у нас курочка на мангале, рыбка, свинина. Друзья, заказали, сделали мы заказ, взяли мы суп, нудл суп с яйцом у меня. У Иры Бес, смотрите, в каком мы отличном месте будем сидеть. Приятно, она натирает, нам натирает стульчики. Девочки приступили, говорят, там семья готовит. Смотрите, какие у них котики с колокольчиками. Ум, какие красавцы. Вот здесь я вижу кошек, а в Паттайе кошек мы не видели. Друзья, приятного аппетита. Нам принесли нашу еду, наш супчик вкусный. Я сходил в 7-Eleven, купил нам запить что-нибудь, вайн-кулер очень вкусный. Знаете, остров, мы уже это встречали, на Котау когда были, здесь не дают полиэтиленов пакетов. Попросил пакет, она дала вот сетку, вот такую синяя сетка, видите, стоит. Очень удобно. 22 бата она стоит, чтобы не засоряли остров. Вот такой у нас супчик, это мой, моя курочка и наш салат, папайя-салат. У Иры другой немножко суп, у него с пельменями, вунтоны называются. У меня с яйцом. Ну что, приятного всем аппетита. Начинает темнеть, друзья, включаются подсветки. Здесь мороженое. Мороженое, вот смотрите, 7-Eleven, там 7-Eleven, здесь 7-Eleven. Друг напротив друга. Народ голый, да, в магазинах. Но это остров, здесь все равно. Пойдем, надо купить репелленд, что-то ноги все съели, комары, кошмар. Успение, смотрите, как кормит собаку. Прямо с тарелки. Вот это жизнь на острове у собаки. Вот это, да. Ай, как тебе хорошо. Прямо с тарелки его кормили. Он еще что-то запить полез, еще что-то съесть. Не жизнь, а сказка. Под вентилятором лежит. А, лед, представляете, он лежит лед. Ир, посмотри, он мордой залез в холодильник и лежит лед. Не жизнь, а сказка. Лежит под вентилятором. Покормили из миски. Ребята, потихоньку темнеет. Выходим на море и идем купаться. Посмотрите, как классно в такую погоду. Уже стемнело. Искупаться вот наш отель. Токс. Литл Хат. Вот такой у нас бар. Вот там у нас море. Опять, смотрите, какие тучи идут. Там все сверкает. Сейчас я вам все покажу. Ну, друзья, пойдем на пляж. Смотрите, как уютно он в баре стал. Это бар от нашего отеля. Смотрите, как здорово. Посмотрите, какая шикарная погода. Слушайте, как вот скажите, как в такую погоду не искупаться. Посмотрите, какая красота. Вау. Слушайте, не знаю, камера передаст, не передаст всю эту шикарность и красоту. Ну, как бы хотелось, чтобы все это передалось вам. Деревья, видите, включили фонарики. Народ в воде. Там все гремит, друзья. Там все сверкает. Сейчас начнется такая круть. Вау. Друзья, девчонки сидят, отдыхают. Вот кафе наше, смотрите, как выглядит прекрасно. У нас зонтик, если что. Я зонтик им принес, да, если что, накрыться. Медленно бегаем домой, если что. А я пойду. Смотрите, наш пляж. И посмотрите, что на нас идет. Виктория связывалась с Паттайей. Сказала, в Паттайе просто потоп, друзья. Там все затопило, там льет так сильно. Это вот все оттуда, кстати, идет, с Паттайи. Посмотрите, какая красота. А я с вами, давайте, зайдем в море. Я беру вас с собой. Искупаться в эту шикарную погоду. Вот, посмотрите, какая прозрачная вода. Не знаю, видно, должно быть видно. Вон песок на дне, она просто идеальна, друзья. Время у нас 18.05, седьмой час. Какая красота, слушайте. Вот он берег со стороны моря. Посмотрите, как у нас уютно. Как у нас классно. Невероятно. Слушайте, как, ребята, я хочу, чтобы это передалось вам. О, как здорово. Посмотрите, что творится. Даже, знаете, хочется дождаться дождя, чтобы вот вы окунуться, искупаться в этом дожде. Слушайте, я уже зашел по грудь. Покажу вам. Вот он я. И давайте, друзья, я беру вас всех с собой. В воде представим, что я вместе с вами окунаюсь. Хух. Хорошо. Мы все вместе в воде. Представьте, вода какая чистая, какая спокойная, прозрачная. А говорят, знаете, ну, как бы, не то, что заело, но неприятно. Паттайя, фу. Знаете, мы тоже так думали раньше. Пока много где побывали, много где поездили, посмотрели. Да, острова шикарно, но на островах немножко скучно. Паттайя, она все-таки... Знаете, это как Бангкок. Это жизнь. Ох, как сверкает. Слушайте, сейчас я хочу вам показать это. Немножко камеру переверну в сторону тучи. Видите, что творится? Надо дождаться немножко этой молнии. Так, все небо прямо сверкает. Слушайте, а как тепло, какая вода. Градусов 30. Главное, камеру не утопить. Жалко просто будет. Но, с другой стороны, пока мы в Таиланде, тут можно купить новую. Ох, какая туча. А вы посмотрите, она прям, знаете, так... Вот сверху, видите, она как будто накатывает, как будто волна мощная идет оттуда все. Не выключая камеру специально, не знаю, интересно будет, неинтересно, но мне кажется, вот хочу, чтобы сверкнуло. Ох, и красиво, а! И такая, знаешь, тьма идет. Мордор. Красота. Обидно будет, если, знаете, выключу камеру, она раз и сверкнет. Это самое обидное. Давайте дождемся. Ну, так вот, я хотела... О! Не знаю, видно было, нет, но так сейчас не очень сильно сверкнуло. Ну, так вот, что я хотел сказать, что Паттайя, это жизнь, слушайте. Это класс. А надо отдохнуть вот так вот. Приехали на остров. Посидели пару дней. Насладились тишиной, кайфом вот этого моря. В Паттайе, кстати, тоже ведь в море есть хорошее. Можно поехать на север Паттайи. Там море хорошее. Ну, есть места, где хорошие пляжи. Джон Тин, да, немножко согласен. Вода там как бы грязноват, но она не грязная, друзья. Она такого цвета, потому что песок такой. Здесь песок чистый, и вода чистая. Ой, слушайте, ну, прям реально что-то такое надвигается страшное. Смотрите, как здорово тучи накрывают. Обалдеть. Тайцы, смотрите, как здорово сидят просто на приливной волне. А девчонки вон сидят, он сверкает. Кайфово. Оставлю камеру, пойду немножко скупаюсь. Друзья, еще потемело. Посмотрите, что творится. Туча вот-вот-вот подойдет. Видите? Собаки разволновались, бегают, волнуются, смотрите. Ох, красотка. Волнуются, да. Слушайте, там так сверкает. Во! Слушайте, круто, красота. Вот это природа. Красотища. Ветер поднялся, смотрите, начинает дуть. Я из моря вышел, так классно. На фоне такого неба, смотрите, это вообще невероятно классно. Сейчас ливанет, даже хочется. Ладно камеру спасти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова